Всем привет! С вами программа Культ Поход и я Дарья Козина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Лабораторные опыты в Саровском драматическом театре. Праздничный концерт от воспитанников Дыши. Выставка графики Ивана Маркина в городском музее. Актеры и зрители Саровского драматического театра стали участниками творческой лаборатории в рамках программы «Территория культуры Росатома». Неделю приезжие режиссеры ставили с нашими артистами эскизы трех спектаклей, которые затем представили саровчанам. О том, что получилось в итоге, расскажем далее. Неделя в экспресс-режиме и творческой атмосфере. Сотрудники Театра нации в рамках проекта «Территория культуры Росатома» организовали творческую лабораторию. Саров стал 11-й точкой, куда отправились кураторы, молодые московские режиссеры, театроведы и критики. События лаборатории посетили более 500 зрителей, что стало рекордом среди всех атомных городов. Полтора года театр нас ждал, насколько мы знаем. К тому моменту, когда мы приехали, все были заряжены, все понимали, о чем идет речь, все понимали, что такое вообще проект лаборатории. Поэтому от директора театра Марина Владимировна до всех цехов театра все активно участвовали и работали с 9 утра до 10 вечера. И, конечно же, все работали на общий результат. Молодые московские режиссеры Антон Морозов, Алексей Золотовицкий и Алексей Кузьмин-Тарасов совместно с Саровской труппой за короткий срок смогли создать эскизы новых спектаклей. К примеру, «Залечь на дно в брюгге» по пьесе Мартина Макдонаха многие знают как кинокартину. Впервые на сцене театра ее поставили именно у нас в городе. У меня сейчас жизнь связана, естественно, с кино, и я ни разу не ставил сценарий на сцене, мне захотелось это сделать. И я очень, естественно, любил этот фильм, прористал, посмотрел, что, по-моему, даже нигде не было постановок, и фактически это здесь первый раз. Поэтому захотелось взять это, он хулиганский. Вокруг нас так много серьезного, что мне так хочется похулиганить чуть-чуть. Лаборатория стала местом для творческих экспериментов. Материалы, детали и подход к постановкам менялись на ходу. Эскиз шатуны по роману Юрия Мамлеева, который показали в подвале театра, стал для зрителей, актеров и режиссера Алексея Золотовицкого выходом из зоны комфорта. Кто-то был в восторге, а кто-то не оценил черный юмор про маньяков и убийц. В каком-то смысле подстраиваться под зрителя в «Залечь на дно в брюге» пришлось и Алексею Кузьмину Тарасову. С недавних пор нельзя использовать нормативную лексику, а она там очень важна. Это тот момент, когда очень-очень важно. И когда мне хотелось всегда больше, не потому что хотелось, чтобы персонаж больше ругался, вот приехал, вот так надо, чернуха, а потому что это очень смешно. Это очень смешной текст. Вот в этом я себя ограничивал, а в остальном я старался максимально получать удовольствие. Эскизы лаборатории показали, что современный театр многогранен и неоднозначен. Тем и прекрасен. За неделю саровские актеры получили невероятный опыт работы с абсолютно разными постановщиками и знания на мастер-классах по речи от Светланы Ивановой Сергеевой и принципах коллективности в театрах 80-х, 90-х и 2000-х от Анны Ильдатовой. У меня на самом деле было две лаборатории вне Москвы. Вот, и это, конечно, дает всегда какой-то новый воздух, и это дает... Мне очень нравится эта пятидневная работа, быстрый такой впрыск просто, но это дает тонус. Дает тонус, и мне всегда очень нравится работать с людьми на лабораториях. Абсолютно возможно и нужно, и что они очень смелые, и что эту смелость нужно поддерживать. Мне кажется, это всегда очень важно. Вот, я бы вот этого хотел пожелать, чтобы вот не спугнуть. Потому что ребята все очень классные, действительно очень классные. И когда ты им даешь вот эту вот свободу, они ее берут с... Ну, как-то с благодарностью. Это очень важно. Мне близко и то, и то. Так получилось, что у меня жена занимается документалистикой. Мы в какой-то момент решили, что... Ну, я занимаюсь театром, она занимается документалистикой. И что бы нам не попробовать вместе что-то сделать. И мы начали это развивать. И вот так родился наш первый фильм. И поехали дальше, 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 дальше. Это интересно и то, и другое. У меня двойная фамилия, мне с этим прекрасно. Я могу заниматься и театром, я могу заниматься кино. И люблю все это совмещать. Я ни в чем себе не отказываю. Я очень люблю музыку, конечно. Для меня это всегда... По-моему, я говорю это везде. Но для меня всегда высшая похвала, когда люди шазамить начинают на спектаклях. И это, значит, все неплохо, все хорошо. В какой-то момент ты смотришь один и тот же фильм или один и тот же, там, своего работы. И думаешь, господи, какой ужас, кто это сделал. А потом ты смотришь через день, думаешь, ну, в общем, хорошо. То есть нет такой работы, которой я прям горжусь. Нет, конечно, нет. Мне кажется, самая удачная работа та, которая будет. То есть ты, когда ты все время, все время как-то дальше идешь. Вот это вот, по-моему, самое удачное. Так, мне очень нравятся процессы. Я в какой-то момент сказал себе, что я буду получать удовольствие от процесса, от чего бы это мне не стоило. Первый после пандемии концерт в очном формате прошел в детской школе искусств. Солист и хоровой коллектив Беркана исполнил трогательные песни для своих любимых мам и бабушек. На праздничном концерте побывала наша съемочная группа. Все свои внимания, заботу и тепло сердец воспитанники детской школы искусств в этот вечер дарили прекрасной половине человечества. Трогательные и веселые песни для самых близких и родных – мам, бабушек и сестер – ребята исполнили накануне 8 марта. Мамочка моя милая, самая красивая. Концерт ребята готовили с особым трепетом, подбирали репертуар, продумывали образы и сюрпризы. Алексей Федин исполнял сольные и хоровые композиции с большой ответственностью. Все свои выходы на сцену он посвятил маме. Очень важно исполнять такие концерты, потому что, когда человек пьет песню самому дорогому человеку, то он как бы дает этому человеку крылья, радость, счастье. Праздничный вечер стал вдвойне приятным событием для семьи Афониных. Дочка Василина уже завсегдатой на выступлениях в городе и за его пределами. А вот сын Потап впервые вышел на сцену. Наконец, после такого долгого, затяжного отсутствия каких-либо концертов, мы собрались всем коллективам, родителям. Такой концерт. Очень приятно видеть и подрастающие, и новые поколения, потому что коллектив очень изменился, очень много новых детей. Вы посмотрите, какие они все счастливые, радостные, талантливые. В преддверии праздника, 8 марта, ну это счастье, счастье. Огромное спасибо Анжелике Анатольевне, что она, ну, собрала это все, потому что это, конечно, титанический труд. Женская половина зала не ушла с пустыми руками. Воспитанники детской школы искусств преподнесли всем дамам бумажные тюльпаны, которые дети смастерили специально для праздника. Они познакомят с выставками музея и расскажут об истории города. О каждом экспонате эти специалисты знают множество интересных фактов и с удовольствием делятся ими с посетителями. Главная задача – заинтересовать участников мероприятий, доступно изложить информацию. 21 февраля в мире отмечали День экскурсовода. Экскурсовод – проводник между сокровищницами культурных исторических фондов и гостями учреждения. Он способен погрузить в конкретную эпоху, привлечь внимание к деталям и открыть новые факты. Культуролог по образованию Анастасия Шацкая совмещает в себе роли историка, искусствоведа, педагога, актера, оратора и психолога. К тебе приходят люди. Ты должна улыбнуться, ты должна их настроить на хорошее настроение, на понимание себя, на понимание их. Важно даже где-то, может быть, спросить, как их зовут, были ли они в нашем музее. Вот даже вы сюда пришли. Представляете, что вот там, допустим, зал, где животный мир, там когда-то был кинотеатр «Москва». Многие посетители этого не знают, и мы должны им это рассказать. Рассказать так, чтобы это было интересно, чтобы это было захватывающе. В детстве Анастасия мечтала стать военным хирургом, но судьба распорядилась иначе, о чем девушка не жалеет. Несколько лет она работала в художественной галерее. Сейчас проводит экскурсии по залам городского музея. Здесь другая атмосфера. Здесь очень интересные люди, интересный коллектив. Мы, как вестники, постоянно посылаем информацию нашим посетителям. И поэтому немногое изменилось с точки зрения каких-то профессиональных навыков. Поменялось просто место, поменялось помещение, поменялись залы, экспонаты. Но те навыки, они продолжают совершенствоваться. Неспешный рабочий ритм сотрудника музея – большое заблуждение. Ежедневно приходится находить и обрабатывать массу информации, искать новые способы подачи. Каждая экскурсия требует подготовки. Один и тот же материал для разной аудитории – особенного подхода. К нам придут школьники. Значит, материал мы должны подавать без каких-то сложных предложений, без каких-то сложных терминов. Это должно быть доступно, понятно. И, что самое главное, интересно – диалог всегда должен идти. Придут у нас научные сотрудники. Значит, им можно дать более сложный материал. Сотрудники музея проводят мастер-классы, активно разрабатывают мультимедийные проекты, чтобы побороться за гранты для развития учреждения. В мае городской музей представит посетителям экспозицию к 330-летию Сарова, где можно будет увидеть картины, фотографии, плакаты и предметы быта разных лет. В городском музее открылась юбилейная выставка у оттепеля Ивана Маркина – известного художника, графика России и Мордовии, педагога, мастера станковой графики. Он работал в различных графических техниках – о форте, литографии, ксилографии, литографюре. Особое предпочтение отдавал рисунку карандашом. Выставка приурочена к 70-летию мастера. В экспозиции представлено более 40 графических работ разных периодов творчества художника. Раннее, еще немного морозная весна, жаркое лето, багряная осень и снежная зима. Городской музей предлагает саровчанам посмотреть на четыре времени года глазами талантливого художника Ивана Маркина. Работы выполнены в довольно хрупком виде искусства – графике. Почему хрупкий вид искусства? Он не такой распространенный. Вы, наверное, со мной согласитесь, да, в этом плане? Мы больше встречаем с вами живопись, как правило, акварель, гуашь, масло. А вот именно с таким видом искусства, особенно саровские зрители, знакомятся не так часто. Выставку приурочили к 70-летию мастера. Сотрудники музея старались подбирать работы так, чтобы показать все грани творчества художника. Иван Павлович много работал в жанре пейзажа. На своих полотнах он порой обращается к городской тематике. Но главный незаменимый спутник его картин – природа. На всех картинах мы сможем увидеть деревья, причем деревья, у которых свой характер, своя манера, свое поведение. Это даже, можно сказать, сказочные деревья. Мы можем с вами увидеть птички, которые сошли как будто из мультика к нам. Или какие-то задумчивые персонажи, люди, животные. Ивана Павловича вдохновляли родные места. Тема деревенской жизни красной нитью проходит через все его творчество. Лишь взглянув на эти полотна, можно понять, что к сельским просторам график относился с особым трепетом. Помимо природы он, как мастер, выбирает и другие темы. И постарались вам еще показать, что все-таки художник-график иногда отходил от своих любимых материалов и мог поработать и акварелью, и живописью. Выставка мордовского графика в городском музее продлится до мая. Познакомиться с работами художника приглашает всех желающих. 3 марта во всем мире отмечают День писателя. Это праздник литераторов, романистов, сатириков, поэтов и драматургов. Людей, которые способны с помощью слов создавать целые миры. Об одной из ярких представительниц этого ремесла расскажем в следующем репортаже. Саровскому литературному объединению «Радуга» в этом году исполняется 60 лет. В нем собрались одни из самых уважаемых писателей-поэтов в масштабах страны и за ее пределами. Елена Кашева – яркий тому пример. Она начала писать в 15 лет сначала стихи, потом небольшие повести, которые переросли в крупные произведения. Первая публикация была в журнале «Ни два, не полтора». Мне было 16 лет. У меня была небольшая повестушка. Мы даже не могли найти жанр придумать, потому что я написала, потому что рассказ не тянуло, на повесть тоже не тянуло. Придумали жанр такой повестушка. А серьезной прозой я стала заниматься уже после 20 лет, после того, как у меня родился ребенок, старшая дочка. И в какой-то момент я поняла, что желание рассказывать истории настолько сильное, что просто непредалимо. Герои произведений Елены абсолютно разные. Ее вдохновляют людские силы воли и душевная глубина. По словам Саровчанки, она пишет о жизни, о человеческих судьбах. В основе каждого сюжета есть два-три прототипа. Проза должна быть достоверной. Читатель должен сопереживать герою и отчетливо представлять себе обстоятельства, в которых он оказывается. Чтобы эту психологическую достоверность отразить и накопить ее, для этого, конечно, нужен большой житейский опыт. И, естественно, если человек сам не проживал любовь, счастливая любовь или несчастная любовь, он это не сможет отразить ни в прозе, ни в стихах. И если у человека нет опыта страдания или гревания, то его герой, скорее всего, получится очень плоским, картонным. В нем не будет той насыщенности, той жизни, ради которой, собственно говоря, произведение и пишется. По мотивам повести Елены Кашевой «Рассмешить Бога» в 2006 году сняли одноименный фильм, который в тот период стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении. У автора же экранизация вызвала неоднозначные эмоции. Все было не так, и это можно было снять лучше и намного красивее. И в рамках того же самого бюджета это всегда вопрос к тому, кто отвечает за этот фильм. У этого проекта не самая счастливая судьба, как мне казалось. На самом деле, независимо от моего мнения, есть объективные обстоятельства и факты. Фильм получил самую высокую долю и самый высокий рейтинг в 2006 году. То есть я могу как угодно сопротивляться тому, что случилось, но зрители этот фильм приняли и полюбили. Чтобы войти в топ современных писателей, представителям этого ремесла приходится сильно потрудиться. Стучаться в закрытые двери крупных издательств, активно продвигать себя в медийном пространстве. Порой выбирать провокационные сюжеты. Но иногда популярность мешает творцу, ограничивает его. По словам Елены, качественную глубокую литературу сейчас чаще можно встретить в провинциальных городках за неприметными обложками. Есть целый плац литературы, скажем так, то, что мы можем отнести к электристике, ну, все-таки с натяжкой. Скажем так, или это медийные какие-то узнаваемые персоны, авторы, которых все знают, у них достаточно большие тиражи. Они, за ними наблюдать вообще очень интересно. Что они делают, как они делают. И у меня есть такие авторы, которых я очень люблю и перечитываю их и ранние вещи, и то, что они делают сейчас. От некоторых авторов у меня возникает ощущение внутренней немоты. Я после этого не могу вообще ни в себе, ни в строчке выжить на протяжении долгого времени. А от другого автора ты, наоборот, его читаешь и весь наполняешься вдохновением. И через некоторое время ты садишься просто наполненной тем, что в тебя вложил другой человек. Что касается прозы, которая менее известная. Есть прекраснейшая плеяда авторов современных, которые живут в провинциях и пишут прозу совершенно непровинциальную. Но так складываются обстоятельства, что одни из них становятся известными. Кому-то повезло, а кому-то в меньшей степени повезло. Но по моему глубокому убеждению, все-таки человек, который находится не в медийном пространстве, не в такой зоне популярности, не в зоне такой узнаваемости, тот, который больше склонен к уединению, где-то живет он, в провинцию, в море, за ними наблюдать намного интереснее. В музее народной игрушки открылась новая выставка. Горожан приглашают познакомиться с произведениями из коллекции нижегородцев Сергея и Натальи Квач. В экспозиции представлены матрешки, городецкие и новинские игрушки, свистульки и разнообразные слоники. Десять лет назад на открытии музея народной игрушки Сергея и Наталья Квач подарили ему свою коллекцию. И сегодня первую выставку юбилейного года открывают новыми экспонатами из коллекции давних друзей музея. Жбаниковские свистульки, яркие повозки, запряженные воронными конями и особенная часть экспозиции – причудливые слоники. Прийти, посмотреть, увидеть особенные экспонаты самого маленького слоника, который меньше 10-рублевой монетки, стеклянной, очень маленький. Слоников, которые в образе мамы с ребенком боятся мышки. И слоненок залез на маму, прячется от этой мышки. Очень интересные матрешки. Здесь можно увидеть возрождающийся промысел. Мериновская роспись семеновской матрешки. Это работы мастерицы, члена Союза художников Тамары Корьевой. Среди экспонатов выставки есть и традиционные городецкие игрушки Александры Соколовой. Например, праздничная новогодняя повозка, а также кони-качалки и кони-каталки. Очень интересный подбор ермиловской игрушки. Современной, а также именно старинных образцов, выполненные уже сейчас в современном материале. С современными мастерами и на новом материале. То есть ермиловскую игрушку тоже можно посмотреть. Она очень интересная, красивая, опытная, вспомнить свое детство. Потому что когда-то ермиловские игрушки были в каждой, наверное, группе детского сада. Они были очень расхожие. Выставка «Раз игрушка, два игрушка» будет интересна как детям, так и взрослым. Каждый сможет найти в ней что-то близкое сердцу. Продлится она до конца марта. Посетить ее можно, записавшись на экскурсию предварительно. Цените искусство во всех его проявлениях и не переставайте развивать свои творческие способности. С вами была программа «Кульпоход». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!